Добрый день, меня зовут Ирина Бергсет, я представляю здесь движение, международное движение «Русские матери». Это русские семьи из 30 стран мира, которые пострадали от ювенальной юстиции. Норвегия входит в эту 30-ку самых ювенальных стран мира. В Норвегии отбирают русских детей без суда и следствия. В Норвегии в вашу квартиру могут без стука ворваться наряды спасателей, так называемых норвежских гендерных спасателей, и отобрать у вас детей. Я рассказываю это не понаслышке. Норвегия это страна, я вздрагиваю, глядя, этот флаг на этом посольстве, а мой сын не смог подойти к этому посольству, потому что ему плохо, его душат слезы. Он вспоминает те месяцы, которые он провел в детском доме. Это символ ада, вот то, что вы видите позади меня. Это символ современного гендерного Содома. Дело в том, что Норвегия объявила себя гендерно-равноправным обществом. Обществом гендерного равноправия даже не выговорит, как скороговорка. Это говорит о том, что это общество без мужчин и женщин. Первое в мире общество, абсолютно без мальчиков и девочек, абсолютно без мужчин и женщин, построено на земле, на этом краю света, в стране, в которой чуть больше 4 миллионов человек. Это одна четвертая Москвы. Но эти люди полностью отказались от нравственных ценностей, от традиционной семьи, от всего, что мы ценим и чем живем здесь, в России. Это абсолютно перевернутая страна, с абсолютно странным мышлением. Поэтому, когда люди из традиционных семей въезжают в Норвегию, они думают, что по этой стране ходят мужчины и женщины. Это не так. Это гендерные мутанты. Это люди, которые считают нас, мужчин и женщин из России, гендерными инвалидами. Они так пишут в своих газетах, они так пишут в своих книгах, снимают фильм. Мы для них отбросы и остатки человечества. Но на самом деле все наоборот. Они придумали эту теорию, а может быть, они даже не подозревают, что это над ними кто-то проводит этот эксперимент. На самом деле мы здесь, человеки. Мы здесь, мужчины и женщины, которые живем по законам, данным нам Богом, и строим семьи, как это делали наши люди тысячи лет назад. А то, что строят они, это садом. Это садом под новым названием гендерного равноправия. Люди, совершенно не представляя из России, приезжают в эту страну работать. Как, например, семья Татьяны Бензикены. Они из города Славска, Калининградской области. Все четверо, мама, папа, нет, пятеро и трое детей прописаны в городе Славске. Сегодняшний пикет, поводом для него послужила трагедия именно этой семьи. Они приехали в Норвегию подзаработать. У них временная виза. Это туристы, туристы, которые, ну, хотят чуть подработать. Понимаете, своего рода, ну, они выехали туда временно, и никто не получал никогда норвежское гражданство. Ни дети не имеют норвежского гражданства. Никто. Значит, 8 марта 2011 года произошел гендерный рейдер-захват детей. Почему? Объясню на простом русском языке. Когда вы приезжаете в Норвегию и получаете временную визу, то вы по своему номеру, который вам присваивают, должны платить за воду, за газ, за квартиру, которую вы снимаете. То есть выполнять функции человека, который живет по законам того общества. Но вы забываете одно, что кроме тех налогов, которые вы платите, вы не заплатили самый главный налог. Налог и оброг, который введен во всей Европе. Отдать им своих детей за то, что вы получили право ходить в норвежский супермаркет и отовариваться там. Так вот, семья Бензикена за то, что она 4 года ходила в деревенский супермаркет, она должна была отдать им 4 детей за 4 года. Но у них было только трое. Поэтому норвежцы взяли штурмом квартиру Татьяны и 8 марта изъяли троих девочек. Старшей девочке было 13 лет, младшим 3 с половиной года и 5 лет. Девочек поселили на секретный от родителей адрес. Родителям разрешили краткие свидания. Их обвинили во всех смертных грехах. Сначала якобы какая-то девочка пожаловалась, что родители шлепали детей. И девочка слышала об этом. Девочка была норвежской и хотела так отомстить. Это норвежская. Вы знаете, если у нас шлепают детей в России, то в Финляндии их заворачивают в ковер, а в Америке папа может достать пистолет или ружье из-под кровати и застрелить его. Методы наказания в каждой стране свои. Так вот, в Норвегии наказывают тем, что помещают детей в гендерные концлагеря. Там детей перестраивают и переучивают, заставляют их забыть, что они мальчики и девочки. Так вот, после того, как родители обратились в российским властям через два месяца, это случилось в конце апреля, в начале мая, девочек спрятали от родителей навсегда. Родители не слышали и не видели своих дочерей уже два месяца. Старшую девочку отделили от этих двоих детей еще на более секретный адрес. И никто не знает, что с ними происходит. Родители обращаются в посольство России, Костахово, сюда, в Москву, с просьбой узнать, оживы ли они. А на самом деле, совершенно случайно, через Россию они узнали, что та приемная семья оказалась нетрадиционной, ненормальной. Понимаете? Да, женщина выглядела внешне, ходила вроде в платье, они неизвестны в чем. И мужчина ходил вроде бы в брюках. Но на самом деле это были мутанты, гендерные. Мы не знаем, как они себя по-норвежски называют. Эти люди, наколовшись наркотиками или напившись неизвестно какой там норвежской этой водки или наевшись их мухоморов, сели в машину и разбились вместе с девочками Татьяны Бендикены. Девочки, три с половиной года, повторяю, и пять лет. Малышки полностью травмированы. Они чудом остались живы, сказали в российском посольстве. Кто их видел? Два месяца не дают свиданий. Два месяца не разрешают ничего. Родители держатся. Они не имеют права в этой стране даже заплакать. И сказать этим людям, которые вот по ту сторону забивают двери сейчас, они не могут им сказать ни слова о своем горе, потому что они гендерные инвалиды для всей Норвегии. Они только мужчина и женщина. И они строили традиционную семью и нарушили правила этой страны, когда девочки и мальчики должны забыть о том, кто они и кем они родились на свет. Они должны быть трансвеститами и воспитаны в этой стране, как новые люди. На моем плакате вот написано Норвегия стоп гетерофобию. Это по-норвежски для них. А с этой страны написано по-русски. Мы даже такое слово не знаем. Норвегия стоп натуралофобию. Норвегия сегодня построила гей-общество. Норвегии сегодня правят другие люди. Мы, оказывается, для Норвегии на окраине мира живем. Люди, мужчины и женщины. Но почему мы лишены родительских прав? Почему натуралы сегодня не имеют права воспитывать детей так, как они хотят? Почему? Почему и почему? Впервые в истории этой страны, впервые в истории этого победившего гендерного тоталитаризма русская семья победила в суде. Три судьи норвежских приняли решение, что девочек забрали 8 марта совершенно неоправданно. Детей забрали без повода. И нет повода держать их сейчас в приемных семьях. И не надо их пускать по этапу, этому гендерному этапу в Норвегии. И вот когда мы все рукоплескали здесь, в России, ура, нормальное решение суда, первое в истории Норвегии. Что же, чем же это кончилось? Ничем. Детей не вернули. Родителей так и не пустили на свидание. Родители не знают, что с их девочками, живы ли они, и как сильно их травмировали эти гендерные мутанты. Так вот, вывод такой. Что бы ни случилось, мы должны стоять за своих. Нам плевать на то, во что превращается в Норвегию. Они могут утонуть там и делать все, что угодно. Нас интересуют только русские, которые гибнут в Норвегии. И мы будем защищать и сражаться здесь, на этих пятачках около этого норвежского посольства, с нашими властями, за то, чтобы они боролись за каждого русского ребенка, отобранного, украденного и киднеппингового в Норвегии. И за каждую русскую семью. Мы хотим вывести всех из Норвегии. Все русские, добро пожаловать в Россию. Возвращайтесь из этого Содома. Норвегия стала образцом для Франции. Люди, которые вышли во Франции на свои эти огромные гей-парады, в стране победившего вот этого гей-тоталитаризма во Франции, говорили, мы хотим быть как Норвегия. А сегодня, вы знаете, пришла новость, что Германия легализует инцест так же, как и Швеция, Дания и Швейцария. То есть мы на самом деле видим, как Европа быстро садомизируется. И скоро люди побегут оттуда не только семьями, а эшелонами. Так вот, мы требуем от Норвегии прислушаться к россиянам, к простому русскому народу и вернуть русских детей русским родителям. Но самый большой вопрос к нашему руководству, к нашим властям, к российским. Когда, сколько мы еще будем терпеть вот это издевательство над русскими людьми там, это бесправие, когда нас даже не уважают как граждане Российской Федерации в этой Норвегии. Мы требуем санкций политических, экономических, дипломатических. Свободу русским детям в Норвегии. Норвегия, прекрати натуралофобию. Не трогайте русских, и мы никогда вас не тронем. Нам нечего делать у этого норвежского посольства. Мы здесь, потому что ты, Норвегия, украла наших детей. Верни русских детей. Верни мне моего сына, Мишу Бергсет. Два года ты не даешь Норвегии мне право позвонить ребенку, увидеть его, услышать его, прислать открытку. Это что за государство, которое Брейвику дает право, бандиту, который расстрелял 78 человек. Бандиту можно звонить каждый день своим родственникам. А русской матери нельзя, законопослушный гражданин. А Брейвик бандит и садист. Но он звонит своим родственникам каждый день. А Татьяна Бендикена не имеет права звонить своим дочерям. А я не имею права звонить своему сыну. А мой брат не имеет права общаться со своим кровным братом в Норвегии. Потому что он на секретном адресе, в норвежских лесах, на краю света. Видали мы такой край света? Просим вас прекратить преследование русских в Норвегии. Остановим гендерный фашизм. Русские мы с вами. Татьяна Бендикена, ты не одна. Сегодня мы вышли сюда, к норвежскому посольству, сказать тебе, что мы освободим твоих детей. Мы освободим твоих детей. Все вместе. Россия с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова